Здравствуйте, друзья! Воздуха набрали? Поехали! Всем добрый день, дорогие друзья! В эфире племянница министра обороны России Андрея Романовича Белоусова, Наталья из Америки. Что действительно стабильно в путинской России. Так это то, что родственники и дети чиновников непременно живут в Америке. Дорогой дядя Андрей, вчера на Киев российские военные выпустили 38 ракет, 30 из которых были благополучно сбиты, а 8 полетели в жилые дома, детские сады, бизнес-центры, подъезды, а также одна или несколько из ракет разрушили самую большую детскую больницу Украины. Эта больница находится в Соломинском районе, там где жила я 10 лет назад. Родственники чинушек живут где угодно. В Америке, в Соломинском районе Украины, в Германии, в Монако, в Ницце. Где угодно, только не в самой России. Я туда приходила много-много раз. Но в этом районе, в Соломинском, продолжает жить и работать твой брат, твой двоюродный брат. Вот это семейка. Ракеты запускать по району, где живет твой двоюродный брат. Люди удивляются, как в 21 веке можно вообще войну развязать. Эти не просто войну развязать могут. Эти братьев двоюродных готовы бомбить. И в том, что ракеты вчера полетели на Киев, в этом есть твоя вина и твоя причастность. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай вообще о том, что вы творите. Ты, видимо, плохо знаешь своего дядю. Он дьяволу душу продал. И ему с этого поезда не соскочить. Или свои уберут. Или га-га. Вчера погибло в моем городе четыре ребенка из-за того, что ты запустил туда ракету. Как ты думаешь, какая карма у тебя сейчас? Что тебя ждет в будущем? Ты не станешь здоровее. Ты не станешь богаче. Ты не станешь счастливее от того, что дети в Украине будут продолжать погибать. Единственное, чего станет больше, это пунктов обвинения в приговоре. Если дядя, конечно, доживет до приговора суда. Вот вчера мы видели, как взлетает ракета здесь в Америке. И знаешь, какая была первая мысль? Может, она полетела в Кремль? Пожалуйста, расскажите всему миру о том, что у министра обороны России в Киеве живет брат майорный. И также в Киеве похоронены его бабушка и дедушка, его тетя, за могилами которых продолжает следить мой отец. Пацан из подворотни дорвался от дахавки. Че смотришь? Пиво холодненького корешка мне принеси. Не, вилки, ложки, бокалы, тарелки. Это все не мое. Сегодня можно уже не притворяться. Мэр города в Пермском крае вместе со своей женой оказался организаторами секс-вечеринок в свингерс-клубе. Сегодня была не вечеринка, а кошмар. Пятеро дам на четверых мужиков. Мэр пишет, жалко в командировке был. С удовольствием бы в этот кошмар окунулся. Волонтеры продают аптечки военным за деньги. Запорожское направление полигона Сипенково. Купил сегодня аптечку вот у людей. В аптечке нашел вот такой вот рисунок. Девочка отправила, Ангелина. Воинам отправила. А нам ее продали за 4000 рублей. Вот такая вот история. Посмотрите люди. Че творят, б***ь? Вот так вот отправили нам. А нам продали за деньги. Своих не бросаем. В своей аптечке за деньги продаем. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Аэрофлот вместе с «Росатомом» будут выпускать самодельные детали для Боингов и Аэрбасов. Скоро увидим и деревянные колышки, и синюю изоленту. Все будет, как мы любим. Вторая армия мира фильтрует воду из луж через салфетки перед тем, как ее пить. Сойдем в воду. Муляку. Из лужи. Из лужи, да. Пить хочется, б***ь. Через влажные салфетки. Б***ь. Обещали, что с цветами будут встречать. С хлебом и с солью. А по факту приходится пить воду из луж. Освободители из Пермского края просят построить школу для своих детей. Потому что им негде учиться, а старая школа вообще развалилась. Я, участник СВО, обещали школу построить в 2014 году. На данный момент 2024 год. И нашим детям негде учиться. Я, участник специальной военной операции. Нам обещали, что к 2020 году школа будет построена. Но так этого и не произошло. На сегодняшний день, 2024 год, школу так и не построили. Школа разрушилась. Нашим детям негде учиться. Постройте, пожалуйста, нашим детям школу. Нашей школы больше нет. Постройте нам новую школу! А зачем? Чтобы вы выросли образованными и отказались потом умирать за царя? Не. Путину образованные не нужны. Путину нужны верные и покорные. Образованием Соловьев и Гундяев будут заниматься. Пресс-секретарь. Сказал, что на киевскую больницу упала антиракета. Скажите, пожалуйста, после вчерашней трагедии в детской больнице в Киеве, как Россия может продолжать утверждать, что специальная военная операция не имеет гражданских целей? Я призываю вас руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно не исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракета. Для таких в аду должен стоять отдельный антикотел с антидровами. Если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, а не были бы ранены. Для Небензи в аду вообще отдельный ад должен быть. Знаете, что это за колонна? Это Москва. Садовое кольцо. Это работники водоканала в сопровождении ФСБшников и ФСОшников вскрывают канализационные люки, чтобы проверить, нет ли там хлопушек, перед тем, как по дороге проедет Путин. Вот так вот. Киев за три дня не взял. Приходится проверять канализационные люки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова